С тех пор, как я начал жить женщиной, я узнал, что, оказывается, есть правильный способ вытереться после душа. Видите ли, до этого, во взрослой жизни я просто выходил из душа, хватал полотенце и вытирался. Но вообще-то надо еще в душе убедиться, что ваше полотенце находится в стратегически верном месте. А пока вы еще в душе, вы должны взять его и вытереться. Благодаря этому вы будете стряхивать воду с тела и не будете оставлять мокрые следы по всей ванной. Если вы холостяк, это не проблема, но как только в вашем пространстве люди начнут множиться в числе, велик риск наводнения в вашем доме. Следующее, видимо, я должен время от времени ходить к врачу. В этом вопросе был не так уж и плох, потому что, когда вы служите, вас заставляют ходить к врачу раз в год. Но многие мои друзья, как я понимаю, не ходят к врачу, если только находятся они на смертном одре. И даже в этом случае они не хотят идти к врачу. Они думают, ну и что этот врач может исправить? Мол, мне ничего не нужно. Для многих эта тема чуть ли не под запретом. С другой стороны, женщины гораздо спокойнее выражают желание провериться у врачей. И по многим данным, женщины действительно в среднем гораздо чаще ходят к врачу, чем мужчины. И я не знаю, как это назвать, но у нас, парни, есть убеждение, что если мы пойдем к врачу, мы каким-то образом будем выглядеть слабыми. Серьезно, господа, если вы не ходите к врачу хотя бы раз в год, вы подвергаете себя ненужному риску. Вам ведь всего лишь нужно обследование, а врачи вам все расскажут. Лучше сделать это до того, как придется разгребать проблемы со здоровьем. Далее, простыни. Что касается простыней, я привык экономить, но если балуешь себя красивыми простынями, чувствуешь, как будто каждую ночь проводишь в шикарном отеле. На сто процентов я прямо вижу себя после колледжа. Мне было наплевать. Помню, у меня был подержанный матрас. Я просто бросил на этот матрас спальный мешок и подумал, что и так сойдет. Я думал, что так экономлю деньги. Что еще хуже, я помню, как встречался с девушкой и привел ее к себе. Она увидела мой матрас и то, что он лежал на пластиковых ящиках. Я сложил ящики один на другой и положил матрас прямо на них. Она сказала мне, нет, мы не будем здесь спать, мы возвращаемся ко мне. И даже когда я приобрел простыни, признаюсь, я ими не пользовался. Я пользовался одеялом на матрасе и стирал его только по необходимости, только когда чувствовал несвежий запах. Но сейчас я стираю простыни каждые выходные. Но да, бывали времена, когда проходило не меньше месяца, а то и больше. В свою защиту хочу сказать, что я обычно принимаю душ перед сном. Итак, джентльмены, смотрите, это просто взорвет вам мозг. Вот так складывается простыня с резинкой. Да, вот так вот, очень просто. Раз, и всё. Вот так их надо складывать. Должен признаться, пока моя жена не показала мне, как их складывать, я просто бросал их в глубину шкафа. А теперь, господа, если вам понравился урок о том, как складывать простыню на резинке, или если вам просто нравится учиться крутым вещам, так вы сообщите алгоритмы Ютуба, чтобы он показал это видео другим мужчинам, таким, как вы. И ещё одна вещь, связанная с кроватями. Знаете, по-видимому, женщинам требуется иметь на кроватях не менее 14 подушек. Мне было окей с одной, и мне нравятся просто плоские подушки, потому что я лежу на спине. И я думал, что больше и не надо, но, видимо, женщинам нужны все эти декоративные подушки. На обычные подушки они кладут декоративные подушки, а затем сверху ещё и маленькие такие подушки. Вообще-то моя жена, к счастью, не изводила меня всеми этими подушками. Кто-нибудь из вас, ребята, живёт с женщиной, у которой должно быть обязательно от 14 до 20 подушек на каждой кровати. Каждый раз, когда я вижу все эти подушки, особенно в отелях, я просто сбрасываю их все на пол и сплю на одной подушке. Не знаю, хвала небесам, я женился на женщине, которая не так сильно зациклена на подушках. Напишите, если у вас наоборот. Далее, проводя исследование для этого видео, многие парни говорили, что их вторые половинки научили их правильно загружать. И запускать посудомоечную машину. В данном случае именно я научил этому жену, потому что она перегружала машину, слишком долго загружала грязную посуду, использовала нити моющие средства. Я объяснил ей, что важно использовать качественные моющие средства. Нужно использовать те, которые выходят из флаконов, когда вы сжимаете их. Не покупайте порошки. Не покупайте такие готовые маленькие одноразовые пакетики. Убедитесь, что посуда загружена правильно. Не перегружайте машину и запускайте ее только, когда грязь на посуде не успела затвердеть. Если у вас есть какие-то сомнения, я всегда включаю машину на максимум и выбираю максимальную настройку. А вот моя жена научила меня не оставлять губки в воде. Очень часто я мыл посуду вручную и оставлял полную воды раковину, губки и тряпки в воде на весь день. Она сказала мне, если ты так будешь делать, губки и тряпки очень быстро станут плохо пахнуть. Так что нужно слить воду и просушить их. Говоря о полотенцах, нельзя одни и те же использовать для различных нужд. Например, хорошие полотенца, которые висят у вас в ванной, вы не станете использовать, чтобы вытирать пол. Да, жена ясно дала это понять. Не знаю, почему я для всего использовал одни полотенца, но она права. На самом деле у моей жены есть разные виды тряпок. Есть тряпки, которыми вытирать пол или вытирать лапы животных. Это самый низкий уровень. Далее идут тряпки среднего уровня, чтобы протирать разные вещи в доме, стирать пыль. Самые хорошие тряпки и губки мы используем для мытья посуды. Когда жена все это мне объяснила, я понял, что все это имеет смысл. Теперь у нас есть даже гостевая полотенца. И завершать ему полотенец, когда вы идете их стирать, помните, что грязные полотенца не стоит стирать с предметами одежды. Запах полотенец переходит на вашу одежду. Лично я бы не задумывался, стирал бы все вместе. Но моя жена четко сказала мне, нет, нет, не смешивай полотенца и одежду. Лучше загружать машину не по максимуму, но не стирать полотенца с одеждой. Далее, как говорит Гоуст 1117, у мужчин есть средства по уходу за кожей. Мои друзья все смеются надо мной за моих мезороллеров, средств для бритья, глиняных масок, особых сывороток для нижних век, лосьонов, кремов и так далее. У меня мягкая кожа и более шелковистая борода. Ребята, у меня ничего не шелушится, я молодо выгляжу. Зато мои друзья бесконечно скребут лица и жалуются на то, что их подбородки зудят. Все дело в уходе за кожей. Мой любимый комментарий, я и не знал, что могу быть неправ только из-за тона, но если я сказал что-то не тем тоном, то я не прав. Что имеет в виду этот джентльмен, не всегда важно то, что вы говорите. Иногда важнее то, как вы это говорите. И вы должны разбирать нюансы в беседе. Например, моя жена может сказать, да, все в порядке. Я должен понять, что нет, не все в порядке, она расстроена и просто не хочет признаться. Ребята, иногда мы видим себя довольно прямолинейно и просто говорим то, что есть. Даже если мы этим недовольны, мы все равно выкладываем. Но с женщинами, чуваки, все, знаете, сложнее. Все эти эмоции, надо понимать, что они их выражают по-другому. Следующий пункт оказался довольно трудным для меня. Мне понадобилось около 10 лет, чтобы въехать в тему. Жизнь с моей женой, знаете, заключается в том, что, в общем, когда она говорит мне, что что-то идет не так, что есть проблемы, она вообще-то не ищет совета. Я бы послал ей видео, которое видел на Ютубе. Нет, серьезно, я бы на самом деле не стал этого делать. Но я бы лично попытался решить проблему. Я бы попытался сказать что-то вроде, окей, хорошо, а что если мы сделаем вот так или вот так? Но я понял, что чаще всего она просто ищет сочувствия. Она хочет поговорить о том, что ее беспокоит, а я научился закрывать рот и просто слушать. Если я действительно думаю, что она ищет совета, я, возможно, скажу, «Окей, хочешь узнать мое мнение или выслушать совет?» На самом деле такое происходит редко, потому что обычно она просто говорит о том, что ее волнует. А я в это время ее слушаю, киваю головой и говорю, «Угу, угу, ясно, все в таком духе». Мне важно ее выслушать, но я понял, что для нее главное выговориться. У кого было такое, пишите в комментариях. Следующий пункт, я никогда не попадал в беду из-за того, что проявлял неверность в чьих-то снах, пока не стал жить с женщиной. Другой парень написал, что когда впервые столкнулся с этим феноменом, подумал, что его девушка шутит. Конечно, она не шутила. Для большей конкретики скажу, еще один парень заявил, что если девушке снится, что я изменял ей с другой женщиной, утром меня ждет промывка мозгов. Несколько лет назад я бы подумал, что это не слишком умный комментарий, но это случилось лично со мной. То есть я ничего не делал, однако моя жена проснулась как-то утром очень расстроенной. Видимо, ей приснился очень яркий сон о том, что я ей изменяю. Я вообще не понял, откуда это взялось, что вообще происходит. Я ее успокоил, и она довольно быстро пришла в себя, но вообще, господи, помилуй, я не понимаю, как можно попасть в беду из-за такой истории. У кого было что-то подобное? Пишите об этом в комментариях. Следующий пункт, отсутствие мусорного ведра в ванной. Помню, у меня было мусорное ведро в ванной, но оно было похоже на полиэтиленовый пакет, который был привязан к чему-то и буквально просто висел в стороне. И я бы бросал туда любой мусор, но моя жена сказала, нет, туда пойдет только тот мусор, который не будет пахнуть через несколько дней, потому что для этого есть другие мусорные баки. У нас в ванной есть хорошее ведро с крышкой, мы выбрасываем оттуда мусор раз в неделю. Так что не бросайте туда еду, имейте это в виду. Потому что, например, если вы бросите туда фрукты, там разведутся плодовитые мошки, ничего хорошего, как видите. Однажды так и произошло, и должен признать, в этом виноват был я. И раз уж мы говорим о мусорных ведрах с мешками для мусора и вкладышами для мусора, я всегда хорошо справлялся с этой темой, выбрасывал мешки для мусора. Но вот в чем дело, мешки для мусора я использовал не всегда. Иногда я выбрасывал в ведро все просто так, а потом мне приходилось его мыть. Мусорные мешки и вкладыши ваши надежные друзья. Знаете поговорку, если оно желтое, пусть созреет, но если оно коричневое, его нужно смыть. Поговорка неправильная, вы всегда должны смывать за собой. Ну а какое видео порекомендовать вам посмотреть, как насчет того, что нельзя делать, когда вас оскорбляют? Мне очень нравится это видео, посмотрите, не пожалеете. В нем я рассказываю, что делать, когда кто-то вас оскорбляет и как это принимать и действовать достойно, а не как школьник-первоклассник. Увидимся в следующем видео. Всем пока.